приветствую всех так сегодня хочу показать и рассказать потому что снять не получилось первый раз я его заточил вернее как поправил поправил этот нож но микрофон к сожалению дал сбой поэтому видео получилось без звука ну я думаю я и на словах смогу все объяснить смотрите суть здесь в чем принес сегодня мой постоянный клиент вот нож я его затачивал ну не помню когда но в общем не так давно может месяц может два неважно вот нож был затуплен то есть я спокойно вот так водил по нему пальцем сейчас естественно этого сделать не могу потому что но за нужно точно но на режущей кромки особых повреждений никаких не было вот то что там происходило я могу показать сейчас в это давайте посмотрим что же здесь все таки наверх к игре осталось что-то я пытался вытереть не получилось вот видите вот то что там на режущей кромки было вы посмотрели в принципе все довольно таки неплохо можно было спокойно например взять мусат на мусате 1 1 1 1 1 и все и нож дальше режет но бывают такие моменты когда клиент владелец ножа ну просто не хочет этого он хочет чтобы нож опять резал точно так же как это было в самом начале когда он был заточен первый раз вот поэтому что я сделал смотрите самые первые моменты самый основной так как этот нож затачивала я в этом не было никаких проблем но я думаю те кто занимается заточкой тем более коммерческой заточкой у них бывают такие случаи до что приносят ножи которые они же затачивали и они в принципе в более-менее нормальном состоянии но их надо просто чуть-чуть подправить заточка тут по большому счету не требуется так вот первый момент самый основной то есть поставить нож именно так как он был зажат при первой заточки как это сделать но в принципе поставили так сначала маркером отбили взяли тонкий какой-то камень потихоньку провели посмотрели не попадаете перевернули поставили по-другому ну в любом случае ваша заточка подвод вы должны попасть не так так вот так ну что я имею ввиду например взять профиль да смотрите вот первый раз например вы его зажали вот так не попали в подвод второй раз можно зажать отодвинуть нос от центра то есть здесь пятка будет на центре если у вас не получилось не попали в подвод когда у вас носик возле центра значит перевернули и поставили пятка и к центру носику удалили и все в любом случае вы попадете вот нож заточен был на 21 градус я чуть-чуть приподнялся там буквально 21 и две десятки взял чугунный притир с пастой четырнадцать десять буквально 5-7 минут поработал с обеих сторон все это выровнялось потом взял есть у меня вот валяются честно валяются даже не лежат а вот валяются такие китайские якобы природные камни 5000 грит ну толку от него я никакого не вижу просто вот и решил использовать его как притир взял вот этот камень нанес на него ленту пвх в данном случае это была обычная изолента то есть по ширине она попадает на не спасту 7.5 и пробежал по подводам для чего я это сделал смотрите сейчас сергей жиров показывает в своих роликах как он на ленте пвх полируют подводы и у него проявляется карбидная структура металла вот здесь этого не получилось на этом ножа вот но я это попробовал сделать на своем ноже на своем багауте на реплике багаута на бэтчмонде вот там d2 китайская и там таким способом все карбиды которые там были появились во всей красе вот вы их сейчас увидите я вставлю чтобы вы посмотрели как это получилось смотрите вот так стал выглядеть подводик после прикира с плюночкой пвх и солмозной пастой 7.5 как видите более или менее все подравнялась но рисочка осталось еще конечно можно еще было посидеть поработать но в принципе подводик уже выглядит вполне себе прилично попробуем еще поближе получится приблизить нет вот так вот вполне себе неплохо так смотрите хочу вам показать как выглядят карбиды на китайской d2 в частности это вот мой багаут который я вам показывал ну реплика давайте так реплика вот они как видите вот они по всей режущей кромочке вот они во всей красе смотрите какие красавцы вот они вот они вот так они проявились видите русская какая здесь вот смотрите тот же самый подвод только уже вот с микроподводом те же самые карбиды видите там они остались а здесь их алмазная паста посрезала то есть их нету вот они здесь во всей красе здесь как видите их не осталось вот они все здесь есть фокус пляж к сожалению но сейчас видно замечательно вот потом я сделал маленькими микроподводик и все прекрасно смотрится здесь в принципе было сделано то же самое вот так смотрите сейчас выглядят подводики они вот зеркалят такие симпатичные вот большой микроподвод на полтора градуса я поднялся сделал микроподводик с сухим притиром и вот так это все дело получилось ну давайте посмотрим как он режет в принципе я думаю после мусата так он резать не будет как сейчас в любом случае слышите да какая там микропила по этому шипение по этой агрессии слышно как работает нож как видите режет он тоже довольно таки неплохо ну так можно делать до бесконечности то есть острота агрессия все что нужно здесь есть понятно что на мусате такого не сделаешь поэтому у людей возникает желание опять вернуться к той остроте которая была при первичной заточке я это прекрасно понимаю потому что попользовавшись острым ножом потом скажем так не особо приятно пользоваться ножом который затупился или который режет уже не совсем так как хотелось бы вот ну то есть понимаете да спокойно ну все чисто без махры нож очень острый ну и как я уже сказал на мусате в любом случае такого результата не добьешься вот поэтому если вдруг попадается вам такой вариант можно вот так спокойно сделать но опять же при условии при условии при том условии что у вас есть притиры да ну нет притира не знаю можно попробовать это сделать например алмазом 2014 да ну либо 10 7 там у кого какой есть вот он не будет снимать большое количество металла что опять же хорошо для ножа потому что каждая заточка каждая вернее перед точка ножа это определенный съем металла нож худеет ну понятно что не каждому этого хочется вот поэтому можно применить вот такой способ спокойно пройти притиром сравняться то что я сделал небольшую полировку на подводах это по желанию то есть можно делать можно не делать я попробовал ну в принципе подводы смотрятся красиво они зеркалят вот ну и микроподводика там практически не видно ну и рез как вы видели очень даже ничего вот так что вот такое коротенькое видео может быть кому это будет может быть кому то это будет полезно вот а на сегодня это все всем спасибо за просмотр всем пока пока пока